День работников ломоперерабатывающей отрасли Я предлагаю посмотреть сюжет, который коллеги сняли как раз на вашем предприятии Турмед Крым – это группа компаний, включающих 18 цехов, разбросанных по всему полуострову Они находятся в Керче, Феодосии, Евпатории, Сахак, Джанко и Красноперекопске В Севастополе история предприятия началась с 1924 года Прародителем данного предприятия была база, которая в районе железнодорожного вокзала в бухте находилась Там арендовался небольшой участок Затем было принято решение уже после войны о создании базовых предприятий в Турмедов Было решено где-то в 1950-е годы о постройке данной базы Была создана эта база, отведена была земля Затем в 1957 году было принято решение о начале строительства данного причала Для того, чтобы можно было сюда здесь подходить В 60-х годах данный причал сдан в эксплуатацию Как комплекс судоразделочный причал плюс склиз На предприятия в Турмед Крым поступают как и служившие свой срок корабли Так и вышедшие из строя техника и остатки оборудования Лом от предприятий завозится через КПП и проходит взвешивание на электронных весах Здесь же специалисты проверяют сырье на радиоактивность и взрывоопасность Затем принимается решение о дальнейшей судьбе металлолома Если это легковес, так называемая кровля Это жаргон такой металлургов То данный лом отправляется на прессование Для этого существует пресс ПЛ-450 Очень мощный пресс, если большие объемы Если объемы не очень большие, то есть передвижные прессы итальянские Банфиглиоли, лолини на колесах, прессуются на этих То есть уплотняется этот лом для дальнейшей отгрузки Если металлические конструкции по своим габаритам не помещаются в пресс Их при помощи плазморезов или газовых резаков делят на части Доводят до нужного размера За техническим процессом от начала до конца следит Кирилл Кирюхин Для него в Турмед Крым не просто место работы На этом предприятии он, можно сказать, вырос Еще мальчишкой приходил сюда, наблюдал за работой отца Его папа трудился здесь с 1975 года Сначала крановщиком, а после дослужился и до директора предприятия Дело продолжил и сын Кирилл Кирюхин работает здесь с 1995 года Сейчас он начальник Севастопольского участка ООО в Турмед Крым Вспоминает, 20 лет назад предприятие было одним из самых мощных на полуострове Объемы переработки металла составляли 8-10 тысяч тонн в месяц Занимались судоразделкой, были заключены договора с Министерством обороны по разделкам корабля Шел конверсионный лом, бывший военный лом на разделку, который подлежал утилизации военные корабли Сухоподные корабли со всего Черноморского бассейна Потому что это единственное предприятие на всем Черном море по разделке кораблей Плюс шла большая переработка промышленного лома, отгрузки на предприятия В то время уже при Украине, на украинские предприятия металлургические До 1998 года ежедневно отгружали по два вагона Это 120 тонн готового лома Сейчас о былых достижениях только вспоминают Но надеются на возрождение когда-то мощного предприятия С нетерпением ждут окончания строительства Керченского моста Отмечают, что севастопольская база рассчитана на работу с железнодорожным транспортом На предприятии проложено 2120 метров путей Восемь ниток по разным направлениям Среди них судовой и промышленные участки С началом работы железнодорожного сообщения Севастополя Можно рассчитывать на долгосрочные контракты Отмечает замдиректора Игорь Попов Пока заказы нерегулярные Сейчас предприятие сотрудничает в основном с Новороссийским металлургическим комбинатом Хелена Корнухова, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя Как мы видим, сейчас предприятие работает уже не в том объеме, чем раньше Соответственно, возникает вопрос, почему? Ну, во-первых, давайте немножко, чуть-чуть вернемся назад Совершенно в недавнюю историю Дело в том, что предшествующее руководство довело данное предприятие до банкротства В 2012 году Мы зашли собственниками на это предприятие в 2013 году Начали мы с восстановления базы, которая, в общем-то, была в плачевном состоянии Провели ремонт железнодорожного пути в расчете на то, что будем, в общем-то, работать в полном объеме Железнодорожным транспортом И немножечко начали, успели, ну, как говорится, всем известные радостные события для полуострова Для всех севастопольцев 2014 года мы, как говорится, вернулись в Россию Ну, с этим возникла проблема То есть возникла проблема с железнодорожным сообщением На сегодняшний день железнодорожного сообщения нет Ну, как говорится, будем надеяться, что все будет хорошо Переживем эти трудные времена На сегодняшний день просто получается, что заготавливаем то, что придется То, что предприятие сдают Ну, сдают предприятие довольно-таки немного по тем же пять причинам Что не все еще закончили инвентаризацию Не все поняли, что им нужно в дальнейшей работе, что не нужно То есть во многих предприятиях оборудование, о том же самом, взять Серго Роженикиззе завод Там очень много оборудования устаревшего, которое стоит, находится в таком состоянии, что непонятно Будет оно дальше использоваться, не будет оно дальше использоваться И, как говорится, если будет сейчас принято решение о полной реконструкции этого завода Я думаю, что 90% того оборудования пойдет на лом И будет, будем так говорить, поступать либо к нам, либо на другие предприятия города Ну и, скажем так, что вся промышленность города Севастополя Я не говорю о том, что хотя бы на 100% это, конечно, утопия Но хотя бы процентов на 50% в любимом городе Севастополя восстановился тот промышленный, производственный потенциал Который был хотя бы лет 20 назад Ну, тогда бы появились рабочие места, появилась работа у людей Появилась бы продукция какая-то выпускаемая А, соответственно, когда производственные, промышленные предприятия работают У них образовывается, как отходы, металлический лом Для них это отходы, а для нас, работников вторичной металлургии, это сырью Вот отсюда все и складывается То есть, как бы мы неразрывно связаны с судьбой города С судьбой промышленности нашего города Ну, вот такие вот, как говорится, дела Потому что без промышленности, видите, уже не растет, как картошка или как-то виноград на деревьях Это все результат производственной деятельности Потому что происходит естественный износ оборудования, оно списывается Ну, как это было всегда, понимаете, в чем дело Ну, и будем еще надеяться, что Черноморский флот все-таки проведет эту инвентаризацию То же самое, того, что осталось сейчас, опять же, от Украины Я знаю, что в Донузлаве остались корабли Здесь же остались какие-то плавсредства И тоже будет принято решение Потому что, повторюсь еще раз, там вот Кирилл Викторович сказал Что это единственная в Азово-Черноморском бассейне база посудоразделки Потому что она именно для этих целей создавалась, проектировалась Черноморнией проектом Потому что была такая необходимость И я говорю, что люди, будем так сказать, моего возраста и постарше Они прекрасно помнят, когда Инкерманская бухта была заставлена Списанными кораблями, лодками и другими плавсредствами Которые ждали своего времени на утилизацию именно на этой базе Но, тем не менее, лом, который перерабатывается сейчас Он дальше куда следует, куда отправляется? Ну, вопрос в том, что мы его накапливаем База позволяет Все-таки 9 гектар земли Понимаете, в чем дело? То есть мы можем его и похранить У нас было такое, что мы хранили и 4, и 5 тысяч тонн Понимаете, в чем дело? Ну, а затем, ведь комбинаты сегодня тоже Они же работают не так, как в советские времена То есть план, нехватка, дефицит То есть у каждого комбината есть свой заказ Есть выполнение этого заказа Есть продукция готовая, которая находится в комбинате на складе То есть комбинат реализовал, поступил заказ От комбината поступает заявка Тогда формируются, в общем-то, разовые договора Конкретных, допустим, долгосрочных договоров сейчас нет Формируется конкретная партия По заявке завода комбината Договариваются условия Это занимаются специальные отделы экономистов, менеджеров Какой вывоз, что приходят машины из Новороссийска Грузятся и уходят Вот таким вот образом В основном пока В основном у нас вопрос в том, что мы отправляем металлум только на комбинат То есть как бы какой-то перепродажи другим, третьим лицам Посредникам, промежуточным Этого нет Мы работаем непосредственно уже с заводом Который тоже Мы считаем, мы специалисты Понимаете, в чем дело Потому что дилетантов в это дело тоже допускать Знаете как Потому что мы специалисты Мы принимаем и доводим лом до нужной кондиции И, соответственно, уже доведенный до той кондиции Которой требует ГОСТ И мы уже передаем по этому ГОСТу заводу А сколько сотрудников сегодня работают? На сегодня сотрудников немного Сегодня сотрудников порядка 10 человек Это самые необходимые люди Потому что людям нужно, как говорится, обеспечивать работой Поэтому там порядка 10 человек Корновщик, погрузчик Значит, стропольщики Охранники Как мы слышали в сюжете Вообще по Крыму существует 18 цехов Да, еще 18 цехов Какая ситуация там? Переменная Вы знаете, везде переменная ситуация Вот Кетч, допустим Феодосия Ну, там тоже сейчас идет реконструкция, допустим, заводов Там какие-то партии выхватываются Какие-то поступают на наши площадки То есть стабильности, скажем так Такой нет И понимаете, в чем дело И стабильности требовать от начальников площадков Площадок цехов Тоже требовать какого-то результата Тоже нет смысла Потому что нет же конечного результата Сколько, куда и когда надо Как раньше у нас, допустим, были планы квартальные Были планы годовые Месячные были планы То есть старались эти планы выполнять То есть подтягиваться под все это дело То сейчас конкретной заявки объемной нет И поэтому вот Но предприятие все-таки работает на прибыль больше Или есть убыточные какие-то моменты? Ну, вы понимаете Сказать, что есть сверхприбыля Такого не скажешь Ну, выживаем, слава богу Слава богу, выживаем Специалистов удерживаем, чтобы они не разбегались Потому что, вы понимаете, что такое специальность газорезчика Ей нигде не обучают Ни в одном ПТУ и раньше не обучали Обучали газоэлектросварщик Электросварщик Понимаете, в чем дело А вот именно газорезки металла Именно металлолома Нигде никогда не обучали Это люди, как правило, с образованием Газоэлектросварщик И затем они просто обучались уже на базе В Турметов И учились резать этот лом Вот такая специальность Так же, как, допустим, и водитель Этого грейферного погрузчика Который вы видели в сюжете Который грузил лом Это то же самое Это специфика чисто металлоломная Пока ситуация с железной дорогой не наладилась Пока мы все ждем постройки Керченского моста Можно ли как-то улучшить ситуацию другими методами? Ну, вы знаете, это может быть несколько не мой вопрос Потому что это задача более высокого руководства Искать эти пути В целом, все-таки развитие промышленности, правильно я понимаю? Да, в целом мы ждем одного Единственное Это только подъем уровня промышленности Производства в Севастополе Именно и по всему Крыму Потому что я, если даже сейчас начну перечислять Все предприятия, которые работали 20 лет назад Понимаете, нам эфира с вами не хватит И просто сегодня даже взять хотя бы Вот эти заводы, которые у нас там Мусон, Маяк, Парус, понимаете Три завода, которые были связаны с радиоэлектроникой Но параллельно производство у них было и металлообразующие То есть на сегодняшний день их нет И восстановление, я думаю, нерентабельно возможно И в перспективе, наверное, не будет в ближайшее время Самый реальный вариант это восстановление Орженикидзе Если пойдет судоремонт Может быть восстановится краностроение опять же Вот это уже энергоемкие предприятия Металлоемкие предприятия В которых помимо того, что они Как бы когда ремонтируют очень много Воспобождается металлолом А я сам выходить с этого завода С Орженикидзе Ну, я знаю его изнутри И очень хорошо знаю Поэтому Время покажет Будем, по крайней мере, надеяться на восстановление Ну, знаете, только надежда Только надежда в светлое будущее Только надежда в то, что все это заработает То есть Хочу лично от себя сказать Вот когда вы знаете Нежданно, негаданно Ожидаемо где-то в глубине души Два года назад случилась Это наша русская весна У меня, вы знаете Появилась какая-то вот Мечта и желание жить Еще очень долго Это хорошо И в преддверии профессионального праздника Все-таки работников Ломоперерабатывающей Отрасли Чего бы вы пожелали своим коллегам? Ну, вы знаете Чего бы пожелал Прежде всего Нормальной, полноценной Загруженной работы Ведь что такое работа с металлоломом? Это ведь не только просто металлолом Это просто, казалось бы Ну, как раньше-то считалось Ну, свалка типа того А ведь Это же еще и есть И общение между людьми Когда приезжает ломоздатчик Это от разных предприятий Приезжают люди Они привозят разные новости Разные вести То есть Вначале на весовой Общаются с приемщиком Потом при разгрузке с рабочими Это какой-то, понимаете Очень жизнерадостный процесс И поэтому я желаю Всем своим коллегам Всем сотрудникам нашим О том, чтобы действительно Этот процесс завелся И полным ходом Пошел на всех порах Вперед и вверх Я присоединяюсь к вашим словам Спасибо большое, что пришли к нам в студию Время передачи подошло к концу И еще раз спасибо за визит И вам спасибо Напомню, у нас в гостях Был заместитель директора ООО Втормед Крым Игорь Попов Впереди только важные И актуальные для города темы Я желаю вам всего доброго Увидимся в эфире информационного канала Севастополя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон»